Как показывает практика, будучи остановленными на посту в ходе совместных рейдов судебных приставов и полицейских, граждане более активно начинают погашать задолженности. Подобные рейды проводятся несколько раз в год, ведь автолюбители не всегда находят время или вовсе не желают оплачивать долги. А для злостных неплательщиков такие рейды порой завершаются весьма печально. Были выявлены такие должники, были арестованы машины сразу на посту в присутствии сотрудников полиции, были составлены акты ареста имущества, данные граждане были вызваны к нам в отдел, для уже дачи объяснений дознавателям с Федеральной службы судебных приставов и для возбуждения уголовных дел и погашения задолженностей. И приносит хороший результат, потому что, как правило, почтовые освещения могут до людей не дойти, либо люди могут сказать, что они ничего не получали. А здесь, как правило, людей, которых мы выявляем задолженности, мы сразу берем с них объяснение и обязательство о прибытии. То есть здесь уже люди извещены. За один только час были проверены порядка 20 автовладельцев. Статистика неутешительная. Практически каждый второй водитель имеет какую-либо задолженность. Приставы выписывают письменные уведомления с требованием погасить долг. Суммы в большинстве случаев невелики – 1-2 тысячи рублей. Однако приставы настоятельно советуют любой долг погашать своевременно. А вот Артему Асланяну переживать не за что. После стандартной проверки вердикт в базе должников не числится. Я, честно говоря, приветствую, потому что у кого есть долги, я надеюсь, они должны закрывать. Ну, как-то так, чтобы свободно можно было продвигаться. Бывает, бывает. Я стараюсь вообще-то через неделю это все закрывать, потому что, ну, смысл какой его оставлять, если когда-нибудь остановят, и могут огромные там проблемы для тебя. За неуплату штрафа нарушителям грозит удвоение суммы, административный арест до 15 суток или исправительные работы. У должников все больше и больше, к сожалению, тем самым работы прибавляется, ну и должникам, соответственно, тоже хлопот добавляем. Может быть, люди не знают, что нужно оплатить свои налоги каждый год до 1 декабря. В этом году, если кто-то не заплатил, то обязательно нужно заплатить, иначе налоговая инспекция обратится в суд, будет решение суда, и, соответственно, попадет к нам, и мы будем уже применять меры принудительного исполнения к должникам. Отметим, что имущество, оказавшееся под арестом, должники смогут получить лишь в том случае, если в течение 10 дней погасят долг. В ином случае арестованное имущество будет реализовано, а вырученные от продажи денежные суммы пойдут на погашение за должности. Руслан Душевский, Анапа. Регион.